Задача пообсуждать, подискутировать, как это вообще реально может быть применимо. Составить такой трезвый взгляд на agile. Вообще, на самом деле, про agile сейчас не говорит только ленивый. Еще с 2016 года, я помню, знаменитая фраза Грефа, с которой началась популяризация такая в России. Помните, он сказал, что те, кто не освоит agile сегодня, окажутся лузером завтра в управлении. Он так и сказал, лузером. Ну, естественно, Греф там все вау, ничего себе. И на самом деле, опять же, понятно, что это достаточно серьезный термин, достаточно серьезная работа. Но очень приятно, что лидирующий российский банк, он в целом проникается этой идеей и использует это как-то в практике. На самом деле, понятно, что Греф там не единственный. И множество других спикеров, умных людей уже многократно говорили про эту концепцию, философию. Именно в контексте того, что она может позволить подстраиваться под быстро изменяющиеся условия. Да, то есть Джек Уэлч, General Electric, мне очень нравится его фраза, скорость изменений. То есть если скорость изменений превышает, вовне превышает скорость изменений внутри, ну, в общем-то, смерть организации, наверное, там не сильно за горами. Ну, и кому, как ни Грефу, да, это было понимать. То есть помним, каким был Сбербанк тогда, да, и как он там трансформируется и становится сегодня, и как он развивается. Вот. Да, нам когда-то казалось, что все уже, ну, то есть, не знаю, конец. Вот. И действительно, это важная проблема, важная задача, которую нужно контролировать. И здесь, ну, нужно понимать, какие могут быть зоны роста. Вообще, откуда все это пошло? Ну, методик управления проектами достаточно много. Самая распространенная, наверняка вы все знаете, это водопад, да, Waterfall, которая, не знаю, родилась еще там в 1950-х годах, по-моему, которая предусматривала, что есть четкий, понятный процесс с четким, понятным результатом, который можно разбить на достаточно понятные, уже проверенные стадии, не знаю, проектирование, техническое задание, опытный какой-то образец, промышленная эксплуатация, там что-то еще, тестирование и запуск продукта. Методика, естественно, применяется и будет применяться всегда для определенного класса проектов. Это только единственный правильный вариант. Понятно, что с точки зрения заказчика результат в этой методике появляется достаточно поздно. Ну, согласитесь, да, то есть мы продукт видим поздно. И он может не всегда совпадать с тем видением, которое появилось, да, и может изменяться в процессе движения по этой модели. Ну, вот как простая аналогия, не знаю, с поездом, который везет какой-то груз из точки А в точку Б. По мере его движения возникает новая ситуация, что груз уже привезен вертолетом, и как бы, ну, вроде кажется, а ему надо везти, то есть у него же там рассчитано все, водопад там, все это. Вот, и получается бессмысленно, да, груз уже привезен, он тоже привезет самый, получается какая-то ерунда. То есть в погоне с заменяющимися обстоятельствами такой, естественно, подход недостаточно эффективен. Есть еще итерационная модель. Итерационная модель, в которой каждый раз мы выполняем какой-то небольшой водопад, то есть делаем небольшими итерациями несколько циклов, которые позволят получить в каждой итерации какой-то небольшой результат. Этот результат показывается заказчику, отмотрится, оценивается, ну и принимается какое-то решение дальше, каким образом дальше действовать. То есть или использовать старую стратегию, как и запланировали, или может быть что-то видоизменить и так далее. Это итерационная модель. Еще важно, ну, понятно, что на примере это может быть вот такая машинка, автомобиль, которая шла к цели, и появились новые обстоятельства, которая может поменять здесь наш свой маршрут, как бы приближившись к итоговой цели. Водопадная, да, итерационная модель. Ну, вообще, на самом деле, применимость, там, итерационная модель не всегда видна, не всегда это позволяет сделать. Ну, представьте, дом вы строите, и вы на каждом этапе приглашаете, там, покупателей, квартиры. Ну, вот, мы построили фундамент, давайте себе посмотрим, там, как у нас получилось. Смотрите, там, толщина такая, отлично. Выстроили первый этаж, давайте снова, там, на ревизию. Ну, бред, да, то есть, как бы мы все-таки отдаем конечный продукт, мы понимаем, каким должен быть дом, наверное, мы понимаем, что мы строимся, и вряд ли в этом месте, в почте, произойдут какие-то изменения, которые помешают исполнению нашего, там, плана. Вот, а еще очень важно разделять не просто итерационную модель, а модель должна быть итерационной и инкрементальной. То есть, нам не просто важно сделать кусочек ТЗ и показать кусочек ТЗ заказчику. Очень важно, чтобы на выходе из каждого этапа, из выхода из каждой итерации у нас появлялся какой-то результат, который уже можно пощупать, показать заказчику. Это как бы такой продукт, он маленький, но в целом он как-то работает. Он какую-то маленькую функцию свою выполняет. Мы можем посмотреть, как он эту хотя бы эту функцию выполняет, и, исходя из этого, сделать коррективы, что-то пересмотреть, проанализировать. Ну, естественно, модель рисков, она разная. То есть, водопадные модели риски возникают к концу, потому что, черт его знает, здесь как раз риски уменьшаются, потому что каждая из итераций уже опробирован, проверен пользователем, продемонстрирован, и на выходе, скорее всего, получится что-то близкое к цели. Вот, это как бы так. Ну, вообще, откуда все пошло? Откуда все взялись эти методики итерационные? На самом деле, еще в 1986 году вышла статья двух японских инженеров. Называлась она The New Product Development Game. Они проанализировали опыт работы каких-то японских корпораций, которые выпускали инновационные новые продукты. И статья была достаточно революционная, в которой они сделали очень интересные выводы по результатам обобщенного опыта этих команд. И выводы были следующие, что небольшие кросс-функциональные команды добиваются более лучших результатов, поскольку делают короткие итерации. Они достаточно автономны, то есть могут работать и включают в себя достаточно большой набор компетенций, мотивированы командными целями и достигают мастерства, обогащая опыт друг друга. То есть они постоянно совершенствуются. То есть уже, в принципе, сколько прошло, 30 лет назад, уже эти методологии как бы пошли в мир и начали обсуждаться и каким-то образом распространяться. Чуть позже, в 2001 году, 17 экспертов по управлению проектами собрались, крутых реально чуваков, которые все понимают, и у каждого своя методология. Они собрались вместе на курорте и решили обсудить, каким образом их методологии реально крутые, и, может быть, удастся создать новую методологию, которая бы квинтэссенцией была, и она бы подходила всем. Понятно, что такой методологии у них создать не получилось, но в процессе общения они выработали так называемый манифест, как раз то, что называется манифест Agile. Манифест Agile, кстати, есть сайт agilemanifesto.org, и основные принципы вот этой стратегии, концепции, вы можете посмотреть, там переведено на все языки. Манифест Agile гласит, что люди и взаимодействие между ними гораздо важнее процессов и инструментов, которые они используют в своей работе. Что работающий продукт важнее, чем исчерпывающая идеально написанная документация. Что сотрудничество с заказчиком, честное, нормальное отношение, они гораздо важнее исполнения обязательств по договору, по контракту. Ну и готовность к изменениям важнее, чем следование первоначального плана. То есть вот как бы у каждой фразы, видите, есть левая половинка, есть правая половинка. Ну многие скажут, что как бы окей, документацию вообще можно не писать, а договор можно отбросить, давайте все работать, будут счастья. Но на самом деле, если мы это отбросим, правую часть, у нас будет стратегия и не водопад, не agile, есть такая стратегия, называется do and fix. По-русски переводится как тяп-ляп. То есть мы как бы что-то делаем, какие-то изменения происходят, мы тут поделали, там поделали, нет такого. То есть agile как бы он не отрицает правой части, то есть да, документация важна, но в то же время важнее работающий продукт. Пускай он будет отличаться документацией, или документация будет недоработана. А готовность изменения важнее, чем следование плану. Таким образом, как бы agile внедрить в компанию нельзя. То есть это не методика, это набор ценностей, это принцип управления компанией, это вообще образ мышления, если хотите, так как люди взаимодействуют между собой, так как они смотрят на решение проблемы. И, собственно, вот agile уже как бы дал почву для других методологий, которые называются фреймворками, скрам, канбан и прочее. Гибких методологий как называют. Но вообще вот agile переводится как там проворный, живой, верткий, то есть гибкий. Ну гибкий такое слово, как бы оно не совсем отражает. То есть гибкие там, макароны тоже гибкие. Но тут еще проактивный. То есть ты не просто гибкий, но ты подстраиваешься под изменение обстоятельств, и с каждой итерацией ты улучшаешь свой продукт. Вообще на самом деле сама философия agile, она применима в разных отраслях. То есть в принципе даже agile можно применять в водопадной модели. То есть да, понятно, что у нас есть четкая стратегия, но все же именно философию вот этого совершенствования, совершенствование командной можно использовать. Многие называют это water agile. Странно. Когда может помочь agile в компании? Когда вообще стоит задумываться? То есть если в принципе один из этих признаков вы замечаете, то можно, наверное, в принципе посмотреть, может быть что-то поиспользовать. Когда люди привыкли работать по шаблону, когда они ищут виноватых, а не решение проблемы каждый раз, готовы обсуждать долго, не принимать решения, ждать от вас и не действовать, не готовы признавать свои ошибки, не хотят дать ответственность, и работают сами по себе, не способны друг другу помогать. Действительно, которые сценарии, которые могут помочь. Это как бы философия. Ну и вот под зонтиком agile, как говорят, уже возникли разные методологии. Их достаточно много. Самое распространенное среди них это скрам. Кто знает скрам? Ну вообще-то люди в принципе подкованы уже. Я тут это в принципе рассказываю. Вот. Скрам и канбан. Ну чаще всего две самые популярные. Есть там еще разные. Экстремальное программирование и так далее. Ну давайте посмотрим про скрам. Вообще идея скрама очень простая. Скрам, как методология agile, он берет очень простой принцип. Мы делим на кусочки три фактора. Мы делим на кусочки время. Мы делим на маленькие кусочки нашу команду. И мы делим на кусочки требования к проекту. У нас есть проект. Мы говорим, что в скраме мы будем определять итерацию, например, как раз в месяц, или раз в неделю, или раз в две недели, в зависимости от типа бизнеса. Ну как правило до полутора месяцев не больше. То есть определяем длину итерацию. То есть время мы уже с вами порубили. Дальше мы выбираем команду. На каждую итерацию команда должна быть не более 7-9 человек. То есть команда должна быть достаточно автономна. Это может быть не просто люди, все программисты. Желательно, чтобы команда включала в себя людей из разных компетенций. Это может быть руководитель, это может быть программист, технический писатель, аналитик, юрист, все что угодно. Вообще на самом деле эти методологии прошли больше из IT-отрасли. Их внедрять не так давно стали в традиционных бизнесах, в продажах, в маркетинге. Но сейчас очень многие компании пробуют, и оказывается, это здорово работает. В скраме есть несколько основных ролей этой методологии. Есть так называемый, здесь не совсем правильно написано, заказчик написан, в оригинале называется продукт-оунер, то есть владелец продукта. Это человек, который лучше всего понимает, что должно быть на выходе проекта. То есть это человек, который из бизнеса. То есть он понимает не просто, что должно получиться технически. Он знает точно, каков должен быть продукт, какими потребительскими качествами он должен обладать, какие задачи решать и чем вообще помогать клиенту. То есть он такой как бы гуру. Есть скромастер. Скромастер – это человек, который помогает команде работать. То есть это фасилитатор, модератор, хотите, не знаю, политрук, родная мать для команды. Это человек, который организует работу команды, чтобы ей было комфортно, приятно взаимодействовать. Естественно, есть клиенты. И как бы, то есть скромастер – это представитель команды, а заказчик – это представитель клиентов. То есть он все знает о продукте. Таким образом мы как бы с вами сформировали такую команду. Дальше. Тут немножко не написано, но скажу так. Продукт-оунер, то есть директор, он формирует план проекта. Он пишет, что, например, продукт должен включать в себе такие-то элементы. Он должен быть таким-то, таким-то, таким-то. И называется это продукт-лог. То есть это большой список требований, которые оформлены продукт-оунером, которыми должен обладать продукт. И с помощью команды этот журнал наполняется, декомпозируется на какие-то подзадачи. То есть команда помогает ему расписать, что должно входить в этот продукт и в каждую итерацию. Дальше. Заказчик назначает каждому требованию приоритет. То есть, ну не знаю, если мы делаем банковскую систему, то, наверное, в первом месте должно быть мобильное приложение, актуальные остатки по счетам, что-то еще. То есть он расставляет приоритеты, что должно быть максимально ближе к завершению разработки. То есть фактически этот человек, он знает все, и команда ему помогает сформировать вот этот большой список требований к продукту. Есть несколько стадий, которые определяет скрам. Первая стадия называется планирование спринта. То есть спринт – это вот тот отрезок, две недели, допустим, или месяц, который мы определили как достаточно для того, чтобы сделать какую-то маленькую итерацию по продукту. В первую очередь работает заказчик. Из всего списка требований он по приоритету выбирает первое требование, которое наиболее важное, с чего можно начать в этом проекте, и которое можно успеть за вот эти две недели. Команда ему в этом помогает, и на планировании спринта как раз собираются все участники, и они сами предлагают варианты. То есть программист говорит, я успею сделать логин в систему. Тестировщик говорит, а я успею протестировать. То есть они сформировали спринт, наполнили его работами и запустили в работу. Следующая контрольная точка у нас через две недели, через время завершения скрипта. Каждый день проводится так называемый ежедневный скрам или daily meeting еще называется. Это такая ежедневная 15-минутная планерка. Очень часто проводится стоя, с целью, чтобы опять же время не затягивать, что мы любим расположиться, развалиться и начать очень долго обсуждать. Во время этой 15-минутной планерки каждый участник команды отвечает на три простых вопроса. То есть скрам-мастер опрашивает и фиксирует, на что отвечает каждый человек. Человек отвечает, что он сделал вчера для достижения цели этого этапа, что он сделает сегодня для достижения цели этого этапа, и требуется ли ему какая-то помощь от других участников команды или извне. Задача ежедневного скрама – не решение всех проблем. То есть важно их обозначить. Люди дальше разойдутся и придумают, каким образом их решить. Фасилитатор их еще раз соберет, скрам-мастер, и они подумают сами, как это сделать. Таким образом, у нас на каждый день четкая картина, что каждый человек сделал вчера для того, чтобы приблизиться к цели спринта, что он будет делать сегодня, то есть план, и какая помощь ему потребуется. После того, как время этапа подходит к концу, возникает этап демонстрации. То есть когда уже продукт или часть продукта, которая отведена в этот спринт, реализована, выполняется демонстрация, то, что сделано конечным пользователем заказчика. Демонстрация продукт-оунеру, и даже он может пригласить клиентов. Здесь на самом деле происходит реальный сбор обратной связи. Мы показываем какой-то конечный компонент, показываем форму логина, форму авторизации, запросы смены паролей и что-то еще. Эта штука работает. То есть это полный законченный продукт, но выполняющий очень маленькую функцию. В зависимости от объема спринта, если вы много можете сделать за полтора месяца, может быть достаточно много. Сбор обратной связи. Вы спросите, конечно, а что делать с задачами, которые не сделаны. То есть скрам же это не таблетка, это решение всех проблем. То есть внедрив скрам, вы не сможете избежать ошибок. Да, люди будут ошибаться все равно, они будут говорить, что я не успел сделать что-то. На самом деле те задачи, которые они успели сделать к этапу демонстрации, они не переносятся на следующий этап, на следующий спринт. Они возвращаются в бэклог. То есть возвращаются в общий журнал, который на список требований. И уже продукт-оунер решит, стоит ли их доделывать в следующем спринте или нет. Почему так? А потому что ситуация может измениться. Может случиться так, что неправильно спрогнозировано время, что задача оказалась гораздо сложнее, что возникли какие-то внешние обстоятельства, которые помешали реализовываться этой задачи. И тогда продукт-оунер, исходя из общего объема знаний, решает, или мы все-таки ее доделываем, если осталось немного, или мы понимаем, что нет, здесь что-то, чуваки, мы, конечно, поспешили, тут надо еще проанализировать, возвращает пока в бэклог и планирует, может быть, через 3-4 спринта дальше. То есть вот в этом еще подходит перестройка нашей работы под изменяющиеся внешние условия. Ну то есть демонстрация, обзор спринта. Естественно, обзор спринта – это уже такое подведение итогов. У меня на первом слайде где-то было, что сделать, что делаю, что сделано. То есть то, что сделано, переносится в сделанное, ну и там забираются задачи из следующего этапа и формируется новый этап планирования скрипта. Но очень важная часть скрама и вообще agile, без которой в принципе эта методология не была бы жизнеспособной, она бы не была бы скрамом, это так называемая ретроспектива. Помните, что один из принципов agile – это совершенствование команды. То есть не совершенствование процессов, не совершенствование продуктов, а совершенствование нашей команды, тех, кто работает над проектом. И во время ретроспективы команда собирается, и скрам-мастер модерирует вот эту встречу и задает очень хорошие вопросы. Насколько этот спринт был успешен с точки зрения взаимодействия внутри команды? Какие были сложности? Может быть, дискоммуникация была? Может быть, был конфликт? Что можно сделать для улучшения качества продукта? Мы уже тут по продуктам говорим. И что можно сделать, чтобы наш следующий спринт уже избежал этих ошибок, чтобы мы поработали качественнее. То есть ежедневно после каждого спринта мы проводим такой анализ и понимаем, как нам улучшить взаимодействие в команде. Еще раз акцент большой на командную работу, акцент на вот такой анализ. Это краткая суть скрама. То есть фактически, да, итеративное движение, контролируемая выдача продукта, сбор обратной связи и постоянное совершенствование нашей командной работы. Вот методика, которая позволит иначе взглянуть на какие-то проекты и посмотреть, как это может применимо быть в вашем бизнесе. Еще одна методология, которая также находится под зонтиком Agile, очень часто сейчас применяется и вообще, наверное, даже может быть более интересная вообще для компаний, традиционных бизнесов, это Kanban. Kanban решает, на самом деле, кроме проектной работы, еще и философию Agile позволяет принести на операционную работу, то есть на ежедневные операции, которые мы там выполняем. И очень классная функция Kanban – это, прежде всего, визуализация. То есть Kanban-доска, в принципе, все мы ее там видели когда-то, она размечена на несколько стандартных колонок. В первой колонке мы формируем все задачи, которые у нас как бы надо бы сделать, то есть то, что мы хотим, наши хотелки. Это могут быть раздачи по проекту, это могут быть задачи, не знаю, подготовка к мероприятию, проведение конференции. Это может быть любая операционная работа, сбор отчетов и так далее. Колонка очередь. Если мы сюда перетаскиваем эту задачу, соответственно, как бы мы уже начали над ней работать. То есть там у нас был как бы общий список задач, а вот очередь – это уже начали думать, уже что-то обсуждать, размышлять. Следующие колонки подразумевают какие-то статусы прохождения задач по этапам, в зависимости от типа бизнеса, это может быть для софта, это, не знаю, разработка, тестирование, диплоймент, в итоге выкатка на бой. Для традиционного бизнеса это может быть проектирование, строительство, опытная эксплуатация, приемка, там что-то еще. И тем самым, передвигая задачи по этим колонкам, мы в итоге додвигаем их до колонки сделано. И самая классная функция канбана – это наглядность. То есть руководитель всегда понимает, где у него задачи, где их какой объем, на какой колонке он здесь подвисает. То есть в канбане еще контролируется время нахождения задачи в каком-то этапе. Ну и просто наглядно. То есть мы все видим, мы все контролируем. Но также канбан не был бы канбаном, если бы не была внедрена очень классная штука. Это ограничение одновременных задач. То есть в вашей компании может получиться так, что, например, тестировщики, тестировщики, ну или не знаю, кто угодно, в зависимости от бизнеса, у них будут эти задачи накидываться, накидываться, накидываться. То есть они будут переходить, 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 и у них будет перегруз. То есть на двух тестировщиков будет 25 задач. То есть те люди отработали, они там окей, отдали все. На тесте у нас здесь затык получился. И эмпирическим путем определяется в команде, сколько задач может быть максимально на каждой стадии. То есть мы определяем, что в тесте не может быть больше трех задач. Это мешает качественному проведению тестирования, это нарушает сроки, это способствует нарастанию проблем и так далее. И вот как раз руководитель может, исходя из этих ограничений, смотреть, где проблема. То есть где зависают задачи. То есть может быть здесь людей надо добавить, а может быть предыдущие слишком быстро или медленно наоборот справляются. И вот как раз здесь может быть резерв, посмотреть, наглядно убедиться. Вообще Kanban – технология компании Toyota изначально. И принцип был не накидывания задач на сотрудника. То есть вот он есть там у нас как единица боевая, мы тогда фигачим, фигачим там новая задача. А принцип вытягивания задач. То есть у нас есть пул задач. Пул задач у нас есть. Мы просто, если мы освободились, я просто беру и задачу купить, я тащу в первый этап. То есть я отвечаю за этот этап. То есть я эту задачку взял, точнее не очередь, а вот этот этап, например. Ее поделал и завершил. Следующий человек берет эту задачу, там она завершенная, и забирает себе. То есть как бы он себе это забирает из свободного уже времени. Так работают очень многие компании, так работают софтверные компании, так работает техподдержка даже порой. То есть тикет клиента поступил на вход, проблема какая-то, большая очередь. Они просто забирают верхний, решают, подсчитывается время, подсчитывается время затраты, и в итоге даже платится зарплата. Ну и для руководителя очень наглядно все происходит. То есть это полностью визуальный контроль, это четкое понимание, какие задачи на каком этапе, и ограничение максимального числа задач, чтобы не вызвать перегруза. То есть дальше вариации могут быть разные. Новые этапы, больше людей, что-то может удалить вообще, какой-то принц там не нужен какой-то этап. Управленческие решения здесь могут применяться самые разные. Ну опять же, поскольку говорим немножко про Bitrix24, Kanban мы сегодня посмотрели на релизе, то такой вид он также используется, и здесь мы можем задачи рассматривать именно с точки зрения Kanban. Может быть вы запомнили сегодня, успели, что и обработку лидов в CRM также можно вести с точки зрения идеологии Kanban. То есть есть у нас лиды, которые не разобраны. Менеджер, первый освободившийся, просто берет новый лид, начинает с ним работать, завершил, позвонил ему, добавил сделку или создал, или пометил лид как плохой, перетащил его как бы в корзину и тем самым завершил с ним работу. Вот этот процесс очень здорово. Опять же, это принцип agile, наглядность, прозрачность, доверие и вовлеченность людей. То есть это игра, то есть это просто игра. То есть у тебя есть задачки, ты их выбираешь из списка, сделал, передал дальше. И здесь ты контролируешь на самом деле вовлеченность людей. Куда применить agile? На самом деле есть традиционная софтверная индустрия, безусловно, как же без нее, она родилась, Kanban родился, и вообще agile родился из софтверной индустрии, но вообще сейчас очень многие компании начинают применять agile, подход и Scrum в том числе, и Kanban для отделов продаж, маркетинга. Понятно, что выпуск новых продуктов отличная штука для технологии agile, но даже какие-то обычные, привычные операции, проведение маркетинговой компании, запуск отдела продаж, выполнение плана по продажам можно свести к технологии agile. Например, Scrum, группа, куда собираются продажники, маркетологи, они обсуждают какое-то направление деятельности, обсуждают новые техники, приемы и реализуют их поэтапно маленькими порциями. Сделали, протестировали, собрали обратную связь, собрали показатели, рекламные компании, сейчас в соседнем зале про email маркетинг рассказывают, собрали показатели тестовой компании, докрутили, заново запустили. И так они работают постепенно, совершенствуют продуктную услугу. И идут постепенно. Нельзя сразу спрогнозировать, какая активность будет наиболее эффективной. Agile нужно, чтобы люди приходили на работу с удовольствием, чтобы делали то, что хотят делать, чтобы люди были вовлечены в эту историю, они понимали, как они влияют, чтобы они не были винтиками, у них, по крайней мере, не было ощущения, что они являются винтиками в этом процессе. Эта штука не то, что для цифры планов по продажам, это для драйва в работе, для повышения мотивации людей, чтобы они в конечном счете были счастливы. Но понятно, что Agile не всегда может сработать. Красиво, но очень часто неприменимо именно по причине философии. Но что философия Agile в этой компании, к сожалению, не может быть привита или пока она не может устояться. В условиях отсутствия доверия, когда руководство не привыкло доверять сотрудникам, это очень большая проблема руководителям, полный контроль, иерархия и так далее. Когда сотрудники привыкли, не хотят брать ответственность, и когда очень нужен ожидание быстрого результата. Часто бывает, что с внедрением Agile требуется еще команду Agile набрать новую, которая может работать по таким методологиям. Да, бывает. К сожалению, но это хороший повод. Многие компании, кейсы, которые рассказывают, они говорят, что мы реально поняли, кто в нашей компании нацелен на работу, кто мотивирован, а кто балласт, который мешает нам дальше развиваться. Это новые условия. То есть, с одной стороны, ты говоришь людям, вот, работайте, у вас реально классная тема появилась, направление, да, они где-то нас не устраивают. Вот. Ну, если не работает, то вам потребуется либо отмена текущих правил для части коллектива, которая сама провела инициативу попробовать скрам, либо создание скрам-команд из новых людей, которые как бы еще не привыкли к старым устоявшимся условиям, и, в общем-то, для них можете сделать так, что старое правило как бы не действует. Вот. И в завершение еще скажу, время откончилось почти, что понятно, что скрам не всегда применим просто по природе своей. Да, есть такая модель Kinevin называется, ее разработал Дэйв Сноуден, не тот Сноуден, но тоже Сноуден. Вот. Он поделил все проекты на четыре категории. И вообще все истории на четыре категории. То есть есть категория Simple Orders. Здесь это понятный проект. То есть мы четко знаем, что должно получиться, у нас ясная цель, там все связи понятны, мы это делали сто раз. Вот. И четко знаем, что начав делать, мы, скорее всего, сделаем. И то, что мы сделаем, будет то, что мы хотели сделать. Ну вот. В этом случае прекрасно работает водопад, прекрасно работает best practice, директивное управление здесь хорошо. В общем, тут все и так отлично. Вторая категория Complicated Orders. То есть сложные задачи. То есть цели примерно ясны, связи тоже понятны, но контекст может немножко плавать. То есть здесь тоже нет никакого там откровения. Есть замечательные технологии, есть PMBOK, есть Team Lead. Бест практиц хорошо работает, когда в целом люди умеют управлять проектами с четко постановленной задачей, с понятными там связями, но немножко в зависимости от контекста. Это нормальное управление проектами. Комплексные процедуры. Вот действительно, где не до конца ясно, как построена система, как устроен внешний мир вокруг нас. И связи там, и причины следствия не очевидны до контакта с контекстом. Пока не попробуем, пока не выпустим, мы не поймем. Может, нас вообще там это не подходит. Вот здесь Agile. Agile, распределенная команда, распределенное лидерство. Ну и есть хаотические системы, где вообще ничего не понятно. Здесь просто как бы как на войне. Лучше стрелять, чем не стрелять. То есть можно любую технологию использовать. В принципе, она, наверное, будет лучше. Но технология doing fix – это как бы дело и правь. Еще раз подчеркну, идеология Agile прежде всего направлена на работу в команде. Даже если один работник у вас будет работать лучше всех, он никогда не заменит команду единомышленников. Слаженная команда всегда работает лучше, чем талантливая одиночка. И как раз вот эту философию основную преследует Agile. Спасибо большое за внимание. Надеялся, как ты смог донести основные принципы. Спасибо. Давайте обсудим. Артем. Артем, на самом деле есть всего один вопрос. Вот один есть вопрос. Нет, это не работает. Из конференции, понял. У нас вышло время, да, и есть вопрос в чате, который связан с тем, что хочется больше примеров, откуда, где еще применим Agile. Я думаю, что это тема для отдельной беседы. Тема отдельная, большая. Кейсы применения, да, производство, маркетинг. В принципе, материалов достаточно много. То есть попробуйте найти по какой-то узкой теме и наверняка найдете в YouTube, в разных статьях. То есть очень много. Ну, либо какой-то курс отдельный там может быть тоже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...